Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Юлия Шамрай, руководитель студии «Арташ Марты». Юля, здравствуйте! На столе у нас, ну точнее, наверное, по большей части у вас, все-таки, да, много вот всего стоит красивого и необычного. Для меня вот достаточно, кстати, я правда не знаю, что мы сейчас будем делать. Вот, вот расскажите, пожалуйста, что мы сейчас с вами будем делать. Сейчас я попробую вам показать одно из маленьких направлений, чем занимаются у нас в студии дети и взрослые, собственно, и все желающие. Это искусство называется Эбру, и сегодня мы попробуем сделать новогодний шарик вам в подарок на елочку. Вообще, искусство это очень древнее, оно известно с 11 века нашей эры. У нас должны участвовать в процессе специально приготовленный раствор, краски и вот такие палочки-спицы, которыми мы создаем рисунок на поверхности воды. Вот видите, как у меня растекаются интенсивно кружочки. Пока красок мало, краски расходятся очень широко. Чем больше мы наносим с вами красок, тем круги у нас будут меньше, цвет их будет ярче. И вот так вот, поочередно, касаясь водички, вы тоже можете присоединиться, помочь мне в этом деле. Хотите? То есть можно, да? Конечно. А какие краски туда можно брать? Все равно какие? Нет, материалы у нас специализированные. Нет, я имею в виду подсветные. Из этих, конечно. То есть мне можно макать во то, что мне больше нравится? У нас полная импровизация, да. Но макаете вы неправильно. Так, ну кто бы сомневался. В водичке мы касаемся самым-самым кончиком. Когда я объясняю детям, я говорю, как будто комарик сел на водичку, посидел и улетел. То есть мы не окунаем туда шило, а просто трогаем водичку. Очень ласково и нежно. Изначально это искусство применялось для декорирования форзацев книг, древних писем. Есть такие свидетельства, что правители бумаги, задекорированные подобным образом, писали официальные письма. И ответ приходил с обратной стороны. И это свидетельство о подлинности документа, потому что подделать узор и бру практически совершенно невозможно. Мы всегда ограничены размером нашей площади. То есть если мы делаем платки, мы берем огромный лоток размером метр на метр. Если мы сейчас будем делать новогодний шарик, нам, в принципе, не нужно большой площади, мы берем какую-то емкость. Делаем с ребятами картины формата А4, а третий формат. То есть окунаться можно все, что угодно. Летом было очень много мастер-классов. Мы декорировали деревянные магнитики. Это пользовалось огромной популярностью. Выстраивались очереди. То есть за очень короткое время вы можете почувствовать себя настоящим художником и сделать уникальную вещицу, которая равной и, похоже, не будет во всем мире. После того, как мы нанесли на поверхность вот эти вот все наши капельки, дальше мы берем уже палочки потоньше. А, то есть они разные. И уже без краски, да. Мы начинаем трансформировать наши капли в какой-то узор. Ух ты. Да, пробуйте. И вот здесь начинается, собственно, свободное творчество. Потому что, во-первых, рисуете вы, во-вторых, еще рисует с нами всегда вода. То, как это все пойдет. Можно рисовать просто какие-то абстракции. Можно на вот этих вот всех фонах потом рисовать узоры конкретные. То есть птиц, цветы, какие-то, возможно, деревья. Вообще при достаточном умении рисовать можно все, что угодно. Но нужна тренировка. Ну, получается, что это проще, чем на бумаге. Нет. Вот такие узоры, такие узоры на бумаге, в общем-то, они не очень, мне кажется, вот получатся легко, да. То есть неприспособленный для этого человек, ну, не сможет так сделать на бумаге просто красками и кисточкой. Красками и кисточкой, да, повторить такое практически нереально. Дальше вот я беру вот такой вот шарик. Вот. И здесь начинается волшебство. И кунаем его в воду. Действуем очень медленно, аккуратно и осторожно. Вот это да. И мы достаем вот такой вот красивый шарик. Другого такого шарика вы нигде не найдете. А потом его надо высушить и можно вешать на него. То есть какое-то время, ну, так как все-таки это жидкость, да, он высыхает, краска у нас уже никуда не денется, то есть высыхает у нас раствор, по сути. Красочка у нас уже прилепилась, они достаточно стойкие. Юль, ну вот скажите, как вообще вам это пришло в голову? Откуда у вас появилась такая вот идея заниматься вот таким замечательным, красивым, полезным, мне кажется, радующим, в конце концов, делом? Попался на глаза ролик в интернете, стала узнавать, потому что технология просто заворожила, стала узнавать. Поехала на обучение сначала в Москву, потом в Питер. Училась у именитых мастеров наших ИБРУ в России. И вот как-то привезла это в Рязань, пытаясь очень популяризировать это направление, потому что вижу в нем очень много какого-то ресурса, что ли, психологического. То есть люди абсолютно отключаются, они впадают в какое-то такое блаженное состояние Творца, чувствуют в себе какие-то силы, и потом уходят очень довольные. Ну, мне кажется, когда вот такие результаты, да, ну вот как бы шарик даже получился у нас красивый, а когда какие-то картины, получается, еще что-то. Но люди, наверное, еще чувствуют себя, ну, гениями практически, да, наверное, это тоже способ какую-то самооценку себе поднять. Да, да, вы совершенно правы, очень сильно повышает самооценка, особенно когда люди вначале говорят, ой, да я рисовать совсем не умею, да я там вообще-вообще, я говорю, идите, будем пробовать. Юля, вот скажите, для кого обычно это проводится? Ну, я так понимаю, детишки в полном восторге, наверное, да, как вот быть со взрослыми? На самом деле искусство очень недетское, так сказать, но у нас как-то взрослые не привыкли себя радовать какими-то подобными вещами. То есть они вот у них там ребенок порисует, а я уж там рядышком постою. Вот, конечно же, если мы говорим о каком-то мастер-классе, обучающем, то, естественно, это взрослая аудитория. Для детей я стараюсь адаптировать по возможности, то есть мы делаем на маленьких формочках, мы делаем это быстро, мы делаем это как-то, чтобы это не сильно все было затратным, потому что, ну, естественно, все лучшее детям, у них это вызывает огромный восторг, и я всегда очень жалею на мероприятиях, когда фотографируют воду, а фотографировать надо лица детей, вот в тот момент, когда мы вынимаем нашу поделку, это такое счастье искреннее в глазах, это ни с чем не передать. А вот что у детей развивает, ну, помимо, наверное, какого-то творчества? Вообще развитие творчества, мне кажется, в наше время немного недооценивают. Сейчас все очень нацелены на такие результативные направления, как английский язык, какие-то спортивные секции, ментальная арифметика. Но именно творчество в развитии ребенка дает ему вот ту самую базу, на которую он будет потом опираться, развивая те самые вещи из левого полушария. Потому что без развития творческих способностей, ну, ваш ребенок будет просто запоминать алгоритмы. А развивая воображение и креативность, он потом научится мыслить. Он научится мыслить стратегически, он будет не бояться отходить от шаблонов. Он будет творческим не только в каком-то традиционном понимании, такой художник, летающий в облаках, он будет творческим руководителем. Ведь любые руководители, они имеют определенный набор общих качеств. Креативность, способность меняться. Это все дает нам и вода, это все дает нам рисование на песке. Которым вы тоже занимаетесь. Да, которым вы тоже занимаетесь. Как вы считаете? Вот я даже не могу запомнить, как это называется. По мне это просто волшебство, да? Направление это, оно как бы будет развиваться у нас? Пользоваться большей популярностью может быть? Как думаете? Да, я надеюсь, что это называется ибру. Ибру. Танцующие облака, парящая мелодия, как только это не называют в переводе с многих языков. Развиваться, я думаю, да. Потому что в наше время такой гонки за результатами нам как раз все чаще и чаще не хватает времени на свидание с самим собой. Прикоснуться к чему-то внутри себя, побыть наедине со своими мыслями, со своим каким-то внутренним я. Ощутить вот это вот состояние себя как творца. Это очень важно. И после моих мастер-классов у меня спрашивают, где приобрести краски. И это меня очень радует. То есть люди, даже не имея возможности приходить к нам, они хотят рисовать дома. Ну что ж, спасибо вам огромное. Я вот тоже немножечко почувствовала себя практически там причастной. Юлия, с Новым годом! Вас, может быть, нашим телезрителям тоже хотите что-то пожелать? В первую очередь, наверное, все-таки здоровья. Потому что, как бы банально это ни звучало, было бы здоровье. А с остальным мы как-нибудь справимся с наступающим Новым годом. Ну и, конечно же, волшебством. Друзья, с Новым годом! Это была программа «Городские встречи». А в гостях у меня сегодня была Юлия Шамрай. Вот такой вот замечательный волшебник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова